Сегодня 30 мая, приехал в магазин Ninebot. Это клиентский Ninebot E300P. Делаем перепрошивку контролера. Через пару дней, через 2-3 дня будет готов. Буду отправлять. У E300P есть воздушное охлаждение для контролера. Еще получен новый заказ на церебристый Ninebot M95C. Также буду отправлять уже на днях. Приехали забирать белый M95C. Поставили его на учет и будет на номерах. Кто хочет себе любой электроскутер из Китая, вы можете обращаться ко мне. Ссылки для связи со мной оставлю в описании под этим видео. У Ninebot есть вот такая вот модель DZ110P со съемной батареей. Батарея 48 вольт, 30 ампер-часов. Запас хода 90 километров. Дисплей как у Ninebot E300P у флагмана. Все готово, все настроено. Забрали M95C. В магазин за клиентскими электроскутерами. Вернусь через пару дней, когда все будет готово. На дороге M95C хорошо смотрится. Очень красиво. Два электроскутера Ninebot M95C. Это в стоке, это мой. Это тоже мой электроскутер. Я его покупал где-то 4 года назад. Приехал его сейчас помыть. Здесь батарея 48 вольт и не помню сколько ампер-часов. Давно не ездил на него. Вся мойка занята. Сейчас дождусь и заеду мыть. Это производство Яги. Тоже неплохая модель. Максимальная скорость с замененным контроллером здесь 40 километров в час. На спидометре отображается только 25 километров в час. Проехал уже 6400 километров. Это мой первый электроскутер. Электромопед точнее. Электровелосипед. Здесь съемные педали. Здесь еще стояла цепь. Я ее снял. Уже все заржавело. Нужно смазать. И поставлю на учет. Электробайк я года два назад обклеивал в защитную пленку. Сейчас сниму и посмотрим в каком состоянии он. Очень грязный. Сейчас все вымою. И будет как новенький. Вот тоже выгоревшая наклейка уже от солнца. Живя в Китае, хорошо то, что можно найти и заказать любые запчасти и аксессуары, допустим. Вот это пластик для электромопеда. Пришел за два дня. Буду потом собирать, как будет время. Сегодня 4 июня. Сейчас 16.04. На отправку сегодня будет два электроскутера. Это Ninebot E300P и серебристый M95C. У клиента, который заказывал себе E300P, он себе заказал вот такое вот защитное стекло. Открывать не буду. На дисплей это. И вот такой вот резиновый коврик. Хорошего качества. В подарок от себя даю, как обычно, светоотражающие наклейки. И держатель для телефона под зеркало. Можно еще и тряпочку для ухода положить. Второй клиент, который заказывал M95C, из аксессуаров заказал вот такие вот защитные дуги для корпуса. Два комплекта. Это первый и второй. Один комплект установим сразу на электроскутер. Второй комплект отправим вместе с электроскутером. Также в подарок положу тоже тряпочку. Потом держатель для телефона и светоотражающие наклейки на обод колеса. На складе нашел лишний коврик для M95C, поэтому подарю клиенту. Сейчас, в общем, собираю все аксессуары клиентские и буду выезжать в магазин за электроскутерами. Только что доехал до магазина на M-Bot и привез защитный каркас. Сейчас будем устанавливать его на M95C. Сейчас 16.45. Сейчас будут устанавливать батареи на электроскутер на M-Bot E300P. Клиент заказал третью дополнительную. Всего будет три батареи. По 27 амиттер-часов. Только сейчас вспомнил, что забыл на складе сертификаты на электроскутер E300P. Пока ребята здесь собирают и устанавливают каркас, я быстренько съездю и вернусь обратно. Вернулся на склад, забыл самое важное. Это сертификаты на электроскутер E300P и заводская табличка. Сейчас еду обратно в магазин. E300P полностью готов к отправке. Здесь также клиент захотел установить себе защитные дуги. Они устанавливаются в штатные места. Установлены три батареи по 27 Ач. Раз, два и здесь в багажнике третья. Также дополнительно установлен дополнительный багажник. Сейчас устанавливают защитные дуги на M95C. Для тех, кто не знает характеристики Ninebot E300P, то здесь максимальная скорость примерно 110 км в час. Две батареи по 27 Ач. В стоке это мотор-колесо 10 кВт. Запас хода больше 100 км. Зависит от стиля езды еще. Завершили установку защитных дуг на M95C. Также устанавливаются в штатные места. Ничего дорабатывать не нужно. Для тех, кто не знает характеристики на M95C, то здесь установлены 6 батарей свинцово-кислотные в общей сложности 72 Вольт, 32 Ач. Затем максимальная скорость 55-65 км в час. И запас хода 80 до 107 км. Мотор-колесо 1500 Ватт. Только что сделали привязку серебристого M95C. Кстати, приложение обновили. Здесь немного по-другому отображается. Теперь на E300P можно установить карту, навигацию. Сейчас на E300P устанавливаю все обновления и делают настройки. Подготовили два электроскутера на отправку. Один на M95C, второй на E300P. Здесь установили защитные дуги. Затем установили третью батарею. И перепрошили контроллер. Сейчас прокачусь и засниму динамику разгона. Здесь улица оживленная, поэтому сильно газ нажимать не буду. Установил режим спорт. Самый максимальный. Вау! Чувствуется, как подрывает с места. Вау, ничего себе! Вау, опасно ездить здесь. Ну, чувствуется, прям хорошо подрывает с места. Офигенно! Так, пока никого нет, давайте с места разгон. Раз, два, три. Сейчас себя хорошо едет, прям. Чувствуется рывок с места. Страшновато ездить, конечно. Только что прокатился на E300P. Это просто непередаваемые чувства. Он рвется прямо вперед, а вы остаетесь на месте. Пока вы самостоятельно не прокатитесь, вы не поймете, как это круто. Сейчас уже 18.19 полностью подготовили электроскутера, настроили их. Скачали полностью все обновления. И сейчас буду заматывать в защитную пленку и готовить отправки в Гуанжоу на склад для дальнейшей упаковки и отправки уже клиентам в Россию. Сейчас уже 18.33, только что заматали в защитную пленку. И сейчас буду вызывать машину и отправлять на склад в Гуанжоу. Загрузили два электроскутера и машина выезжает в Гуанжоу на склад. Если вам нужен любой электроскутер из Китая, вы можете обращаться ко мне. Ссылки для связи со мной оставлю в описании под этим видео. Забрал номерной знак для брата. Местный номер стоит 10 тысяч юаней. Соседнего города стоит 500 юаней. Разница очень большая. Так как в этом городе есть ограничения. Здесь находятся новые аксессуары для моего электроскутера Ninebot M95C. Как будет время, установлю и покажу вам.